Привет! Вы на фирменном канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что 160 тысяч качественных запчастей ждут вас. Поэтому звоните, пишите и помните, у нас есть быстрая доставка. Обращаем ваше внимание, что у нас появились ноускаты. Что это такое и для чего это нужно? Посмотрите по вот этой ссылочке. А сейчас встречаем долгожданный, несравненный G9T от Renault. Дизельный двигатель Renault объемом 2,2 литра появился аж в 1994 году. Он ставился на Renault Laguna, Renault Espace и Renault Schafran. Это был обычный великамерный дизель с тремя клапанами на цилиндр. В 1999 году его модернизировали, он получил топливную систему Common Rail и турбину во всех вариантах. Поначалу он появился на коммерческих Renault и соплатформенниках Opel и Nissan. С 2001 года он стал ставиться и на легковые Renault, в том числе на появившиеся тогда Velsatis и Avantime. Двигатель G9T получился мудреным, очень сложным и ненадежным. Компания Renault даже издала несколько технических нот, которые признала недостатки этого мотора и предложила пути их решения. Двигатель G9T постоянно требует внимание. Постоянно что-то течет, постоянно что-то стучит. Коленвалы к этому мотору пользуются еще большим спросом, чем турбины. Знатоки называют этот мотор бомбой замедленного действия. Сейчас разберемся почему. Немало отказов двигателя бывает из-за перетирания проводов. Бывает так, что автомобиль с двигателем 2.2 DCI приезжает на ремонт по какой-то механической части, но потом своим ходом не может выехать, потому что не заводится. Причина обычно кроется в перетертых проводах, которые идут к датчику распредвала либо же к датчику коленвала. Причина того, что двигатель 2.2 DCI не заводится, которая была признана заводом, это заклинивание в закрытом положении заслонки клапана, прекращение подачи топлива. По рекомендации завода ее надо освободить вручную и просто отшить. Ну что, мы начинаем нашу разборочку. Двигатель G9T оснащен генератором с водяным охлаждением статора и рассчитан на номинальный ток 155 ампер, хотя электрооборудование автомобилей потребляет 200 и даже 240 ампер. На Renault S-Pace, который оборудован многозонным климат-контролем, есть несколько нагревательных элементов, которые потребляют 1,6 киловатта. Самым слабым элементом в генераторе является диодный мост. Он просто плохо спроектирован. Можно поменять его на оригинал, хотя оригинал в продаже встречается очень нечасто, но он тоже недолговечен, а заменители еще слабее. Реле-регулятор здесь хитрый. Он подает сигнал в бортовой компьютер о нагрузке на генератор. Исходя из этого регулируется производительность нагревательных элементов климат-контроля. Реле часто выходит из строя, но если на место реле поставить неподходящее реле, тогда климат-контроль будет постоянно включать нагревательные элементы, что погубит генератор. Автомобили с неправильными либо же неисправными реле-регуляторами сообщают при диагностике об ошибке. Нет данных о нагрузке на генератор. Также при неисправном реле-регуляторе замок зажигания не разблокируется и автомобиль просто не заведется. Ротор и статор очень надежные и ходят достаточно долго. Но если двигатель на холостых оборотах работает со скоростью 1000 оборотов в минуту, это значит, что генератор изношен. И на меньших оборотах он не выдает всю мощность. Выход из строя диодных мостов через небольшой промежуток времени говорит о неисправности генератора и о потере его мощности. Клапан EGR на этом моторе может быть причиной тугого запуска, плохой тяги, а также черного дыма из выхлопной трубы. Все это из-за того, что клапан зависает в открытом положении и пропускает избыток газа. Иногда бывает, что с клапана EGR на этом моторе отрывается вот эта тарелка. На двигателе G9T стоит топливная система от Bosch с Common Rail и топливным насосом CP3. Обычно в этом случае стоят пьезофорсунки. Но у нас обычные электромагнитные и они очень надежные. Какие-то неполадки с ними случаются из-за некачественного топлива с присутствием абразива. Обычно изнашиваются распылители. В таком случае двигатель начинает подтраивать, то есть работать неровно. И еще распространенная проблема в двигателях G9T – это перетирание проводки, которая идет к форсункам. Пластиковая клапанная крышка представляет собой одно целое с впускным коллектором. Здесь есть уплотнительные резиновые кольца, которые со временем пропускают масло. Масляный туман сочится наружу и также он сочится во впуск. Двигатель его всасывает и по итогу мы получаем сизый дым из выхлопной трубы. Сизый дым будет проявляться поначалу при больших нагрузках. Разумеется, можно подумать все что угодно. Либо это ГБЦ, поршневая группа, турбина и так далее. Но в первую очередь надо проверить вот эти уплотнительные колечки. Также пластиковый коллектор может расслаиваться и тогда мы получаем утечки надуваемого турбиной воздуха. Мотор может дымить и, естественно, теряет мощности. Двигатели 2.2 DCI на некоторых автомобилях оснащались заслонками завихрения. То есть заслонки достались автомобилям Velsatis, также многим Laguna, а на eSpace их не было. Если на моторе установлены заслонки, то вот здесь установлен грибок пневматического сервопривода заслонок, который меняет их положение. Заслонки изменяют прохождение засасываемых газов на некоторых режимах работы двигателя. Вообще двигатель у нас под разборку. Он в удручающем состоянии. Здесь масло смешалось с антифризом и мы получили вот такую эмульсию. Хотя распредвалы у нас в более-менее состоянии. Но при покупке этого двигателя надо еще обращать и на другие вещи. Сейчас расскажу на какие. При покупке этого мотора надо обязательно обращать внимание на состояние масляного фильтра, а именно что там собираются. Наши парни, естественно, уже все продиагностировали и фильтр достали. Но несмотря на то, что фильтра нет, здесь мы заметили стружку. Ну а откуда эта стружка? Скоро расскажем. Интрига. На двигателе 2.2 DCI стоит турбина Gare GT 1852V. На ОМ611 моторе стоит такая же турбина и турбина такая же стоит на Touareg V10. Турбина хорошая, надежная, но иногда из-за сажи подклинивают лопатки ее геометрии. Тогда турбина не додувает. Но иногда бывает, что вот этот шток слетает с актуатора. Много моторов погибло от того, что турбина начала гнать масло во впуск. Мы уже об этом рассказывали. То есть, если турбина гонит масло во впуск, то двигатель начинает неуправляемо работать с очень большой скоростью и сам себя размолотит. Турбина начинает гнать масло из-за изношенного вала и его уплотнений. Обычно это происходит из-за проблем в двигателе, а именно с забитой маслоподающей трубки, присутствие абразива в масле и из-за забитого катализатора. Также на работу турбины может повлиять потеря вакуума. Тогда нарушается работа геометрии турбины. То есть, двигатель будет плохо тянуть, и мы получаем черный дым из выхлопной трубы. Но двигатель будет хорошо работать на холостых оборотах. Двигатель G9T оснащается топливной системой Bosch. Двигатель G9T710 оснащается топливной системой с насосом CP1. А вот уже наш двигатель оснащается топливной системой с ТНВД CP3. Он более эффективен, так как излишне накачанное топливо отправляется не в бак, а обратно в топливную рамку. Правда, при таких условиях система не может подогреть сама себя, и топливо циркулирует в пределах ТНВД. Насосы CP3 надежные, живучие и практически не подвержены завоздушиванию, потому что насос подкачки находится на самом ТНВД. А в баке есть еще подкачивающий электронасос, который накачивает топливо в момент запуска двигателя. На коммерческих рено насос CP3 выходит из строя из-за того, что непонятно, каким топливом заправляли эти машины. Из-за мусора изнашивается клапан дозировки топлива, который установлен на самом ТНВД. Продолжение следует... Этому двигателю очень не повезло с обслуживанием. Мы видим, что в каналах охлаждения ржавчина, значит туда заливали воду. Эта вода попала во второй цилиндр и каким-то образом попала под клапана. И мы видим ржавчину. Вода попала во второй цилиндр и пока мотор ехал на нашу разборочку, цилиндр заржавел и сейчас мы не можем прокрутить мотор. Ну и для справки в соседнем цилиндре HON просматривается и он довольно таки живой. Привод ГРМ в двигателе G9T комбинированный. От шестеренчатой передачи приводится в движение помпа, а также приводится в движение ТНВД. Две промежуточные шестерни. Одна промежуточная шестерня оснащена шкивом, который приводит распредвалы зубчатым ремнем. Первая промежуточная шестерня, а также шестерня ТНВД оснащена автоматической системой компенсации зазоров для надежной связи коленвала и распредвалов. Саморегулирующийся механизм оказался очень ненадежным. В шестернях лопаются пружины, что в итоге приводит к люфтам и биениям между шестернями. Шестерни сделаны из какой-то порошковой стали и они буквально обгладывают друг друга. Эта стружка попадает в поддон, соответственно, в маслонасос и это может прикончить двигатель. Бывало и такое, что шестерни стачивались в ноль, но, естественно, в результате этого сталкивались поршни и клапаны. На шестерне, которая оснащена шкивом, распространенная проблема – это течь масла через вот эту резинометаллическую заглушку. Масло отсюда течет наружу и в том числе через кожух ГРМ. Если вы поменяете вот эту заглушку, течь масла не прекратится, потому что дело абсолютно не в ней. А дело во втулке, на которую посажена шестерня. Втулка и шестерня смазываются маслом. Масло подается и сливается по отдельным каналам. Со временем втулка изнашивается, образовывается зазор, и тогда масло подается в избытке и, естественно, стремится выйти через вот эту заглушку. Чтобы решить эту проблему, надо заменить полностью шестерню, которая идет в сборе со втулкой. В новых втулках инженеры Renault предусмотрели более массивные каналы для слива масла. И, естественно, есть народный способ выпрессовать втулку и запрессовать самодельную бронзовую втулку нужного диаметра. Еще одна инженерная ошибка в шестеренчатом приводе – это шестерня помпы. Дело в том, что она была широкая и таким образом она мешала саморегулирующемуся механизму промежуточной шестерни компенсировать зазор. И тогда они обе взаимно стачивались. Инженеры Renault предложили решение проблемы. Грубо говоря, вот эту шестерню они сделали тоньше. То есть, чтобы избежать проблем, надо ставить тонкую шестерню. Либо же некоторые для экономии снимают и стачивают шестерню до нужной ширины. Ширина должна быть 5,4 миллиметра. Разобрались. Все эти проблемы обычно случаются на моторах с очень большими пробегами, либо же с крайне хреновым обслуживанием. На нашем моторе мы никакого износа шестерен не наблюдаем. Большинство версий двигателя G9T оснащены балансирными валами, так как и в нашем случае. Балансирные валы приводятся в движение от шестерни, которая установлена на коленвале. А маслонасос тоже приводится в движение, но цепью, которая установлена на коленвале. Зазор между вот этой шестерней и той, которая установлена на коленвале, регулируется специальными прокладками между блоком цилиндров и крышкой балансиров. Их завод предусмотрел 23 вида. Еще более ненадежный узел в двигателе G9T – это маслонасос. С ним случается целый ряд неисправностей, и это его роднит с маслонасосом от двигателя 1.9 DCI F9Q. Итак, поехали. Редукционный клапан, который подвисает в открытом положении, из-за чего нагнетаемое давление не доходит до точек смазки, а масло просто стекает в поддон. Редукционный клапан представляет из собой поршень, который подпирается пружиной и спрятан в алюминиевом корпусе маслонасоса. При возникновении выработки и абразива в масле поршень может просто зависнуть в своем канале. Обычно это происходит при сбросе оборотов, и тогда в масляной системе недостаточно давления для смазки, и тогда страдают шатунные и коренные вкладыши. Тут уж как повезет. Либо двигатель застучит, либо заклинит из-за приваривания коленвала в точках скольжения из-за отсутствия смазки. Следующее. Износ маслонасоса, а именно выработка между его шестернями и корпусом. Образовывается зазор, через который уходит масло. Третье. Износ между корпусом и приводным валом. То есть приводной вал, который входит в алюминиевый корпус, изнашивается, стачивается и появляется зазор. Через этот зазор убегает масло. Вал можно выпрессовать и запрессовать другой стороной. Соответственно, изношенная часть будет здесь, а не изношенная часть будет хорошо герметизировать. Двигатель G9T никак не сигнализирует о том, что в моторе нет масла. Дело в том, что остаточное давление немного выше минимального, 0,4 бара. И поэтому индикатор красная масленка не загорается. Сервисменами и владельцами было замечено, что она не загорается и при более низком давлении. В новых приборках, которые пошли после 2007 года, уже есть возможность выбирать минимальное давление масла, чтобы загоралась эта же масленка. А владельцы старых Renault ставят выносные индикаторы давления масла. А вот эта, кстати, та самая втулка, которая изнашивается. Вот эта шестерня LENIVETS, она без подшипников, смазывается маслом и так и вращается. И вот та самая причина, по которой двигатели G9T очень часто покупают на разборках. Вкладыши. Да, и именно эту стружку мы видели в корпусе масляного фильтра. И если в масляном фильтре появилась стружка, ее настругали вкладыши. Поршни сражались до последнего. Компрессионные кольца не залегли. Маслосъемное кольцо тоже не залегло, но закоксовано на вот этом поршне очень большие задиры. Вероятно, он боролся с перегревом. Ну и вкладыши не походят. Ну и естественно от коленвала ничего хорошего мы ждать не можем. Разборка закончена и сегодня мы разобрали не мотор, а бомбу замедленного действия. И рассказали о всех его недостатках. По-моему, это была самая сложная разборка. Если вы хотите знать о моторах и моторах, обязательно подпишитесь на наш канал, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok «АвтоСтронг-М».